Каждый год 9 мая мы отмечаем годовщину окончания Великой Отечественной войны. В 45-м страна праздновала победу, но Вторая мировая еще продолжалась. В августе началась японская кампания. Сегодня у нас в гостях ее участник Андрей Миронович Соловей, а также ветеран боевых действий, автор-исполнитель песен Сергей Юрьевич Коряченцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Андрей Миронович, о японской войне мы знаем не так много, как о Великой Отечественной. Давайте поговорим именно об этом периоде, о вашем боевом опыте. Как вы? Говорю. 9 августа 1945 года в 3 часа ночи была объявлена боевая тревога и выступление министра иностранных дел Советского Союза Молотова о том, что с сего числа Советский Союз находится в боевых отношениях с японской империалистической Японией. Для этого еще в 1944 году нас, примерно 19 тысяч добровольцев, молодых парней, которые находились в учебном подразделении и готовили для взятия штурма Берлина, были переправлены на Дальний Восток, в учебные отряды на остров Русский. Там нам присвоили воинское звание первичное – «Краснофлотец». Тогда было звание такое «Краснофлотец». Впоследствии это был матрос и красноармеец-солдат. Наше соединение торпедных катеров получило приказ, загрузили торпеды, мины, бомбы, боезапас, продовольственные пайки и вышли в открытое море. Там уже были подготовлены советские транспорты и с десантами. И стратегическая задача ставилась, что торпедные катера должны охранять эти транспортные средства и с десантами в корейские порты. «Систен, Рассен, Юки» – это в Корее. В открытом море, конечно, сверху прикрывала советская авиация, которая в любой момент могла защитить и торпедные катера, и все транспорты, которые проходили с десантами в эти порты. 25 августа 1945 года Красная Армия и Советский военно-морской флот освободили город Порт-Артур, и советские войска вошли в Порт-Артур. Наше соединение торпедных катеров в результате проведенных боев было полностью перебазировано в Порт-Артурскую военно-морскую базу. В Порт-Артурской военно-морской базе находилось соединение торпедных катеров, дивизион подводных лоток, 6-я эскадрилья самолетов «Каталины», дивизион фрегатов. Это махина, которая находилась в Порт-Артурской военно-морской базе. Для нас, этих всех войск, война еще не закончилась. Там мы практически боевые действия не вели, но всячески помогали китайской народно-освободительной армии, ежедневно выходили в море на боевое дежурство, потому что в Желтом море находилось очень много подводных лоток, в том числе и японские, и американские подводные лотки. Но в результате такой стратегической задачи этот вопрос был решен. В китайском городе Порт-Артуре находившиеся эти войска, которые помогали китайской народно-освободительной армии. Еще 16 сентября 1945 года по приказу Верховного Главнокомандующего товарища Сталина было приказано провести в городе Харбини парад победы. В парад победы участвовали все фронты Дальнего Востока, Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия. После проведения этих торжеств в нашей Порт-Артурской военно-морской базе было построение, был праздничный обед, поздравление друг друга о том, что Вторая мировая война на Дальнем Востоке закончилась. В Китае такая была нищета, были дети голодные. Самое страшное – это голод. По решению правительства было обращение военного совета ко всем морякам и солдатам, что мы должны отчислить по 100 грамм хлеба для того, чтобы выдать эти продовольственные пайки или хлеб китайским детям, чтобы спасти их от голода. Война из империалистической Японии, она была кратковременная, потому что советские войска были подготовлены всячески. Когда мы находились в учебных отрядах, где нас готовили для службы на военно-морском флоте, мы проходили практику на крейсере «Каленин», на подводных лодках, на торпедных катерах. После окончания этого учебы я был направлен в соединение торпедных катеров. Итак, в Китае мы прослужили до 1947 года. В 1947 году по приказу народного комиссара военно-морского флота адмирала флота Советского Союза Кузнецова наш 4-й отдельный дивизион был переименован во 2-й дивизион и переправлен в город-герой Севастополь. Мы прибыли в Севастополь в декабре 1947 года. Это будет в 1947 году, 70 лет, как мы пришли в наш город-герой Севастополь. Разгрузились в городе, переход был длительный. Разгрузились в Одессе. Боезапаса у нас не было, торпед не было, все это было сдано. И мы вышли в открытое море. В один из дней, в определенном квадрате Черного моря, мы встретили советский лайнер, транспортное судо. На борту находилось столько же личного состава болгарского военно-морского флота, как и советского. Мы приняли по 11 человек, потому что торпедные катера были ТМ-200, торпедно-металлический. Экипаж составлял 11 человек. И вместе с командиром это 11 человек советских и 11 человек болгарских. Болгарские были переодеты в нашу советскую военно-морскую форму, офицерский состав в офицерскую форму, офицерский состав почти половина. А почему же полностью разговаривали на русском ломаном языке, а личный состав рядовой матросы и старшины почти не владели русским языком. Задача представилась такая, что этот второй советско-болгарский дивизион, который должен был базироваться в городе Очаковы, мы должны были провести там с ними обучение. И в 1950 году совершили переход в город Варну и передали эти торпедные катера болгарскому военно-морскому флоту. И так дивизион стал болгарским и возродился болгарский военно-морской флот. После выполнения этой задачи мы вернулись опять в Советский Союз, и я был направлен в 4-й отдельный новороссийский краснознаменный дивизион торпедных катеров, в отряд торпедных катеров, которым командовал герой Советского Союза Иван Петрович Ченгур. И там я продолжал службу до 1953 года. После окончания учебы получил воинское звание лейтенанта, был направлен в город-герой Севастополь, в военно-воздушные силы Черноморского флота. И так я прослужил 10 лет на торпедных катерах и 20 лет в авиации военно-морского флота, в морской авиации военно-морского флота, Черноморского флота. В 1974 году, после 30-летней службы, я был уволен в запас с правом ношения военной формы и личного оружия кортика и остался жить в городе Севастополе и прописан «Постоянно проживаю» с 1953 года. Японская армия, она была подготовлена неплохо. Как нам разъясняли, что офицерский состав шаблонно руководил, а самураи, это рядовой и матросский состав японцев, они подготовлены быть преданно Японии, императору. Они не сдавались в плен. При попытке их окружения взять в плен, он выхватывал нож и наносил удар себе в живот и на месте здесь погибал. Полностью была разгромлена миллионная квантунская армия. Когда мы находились в Порт-Артуре, то там уже прибыли и осматривали Порт-Артур советские маршалы, Василевский, Малиновский, командующие флотами. Ну, я был в Краснофлоте, нам доступно было с ними видеться и кому удавалось разговаривать о том, что благодарили они личный состав, Тихоокеанского флота за то, что так быстро и мононосца была совершена война с Японией и благодарность от Верховного Главнокомандующего Сталина за то, что советские войска с поставленной задачей справились. Андрей Миронович, мы все чтим Ваш подвиг. У нас просто время немножко ограничено нашего эфира. Я думаю, мы дальше продолжим разговор с Сергеем Юрьевичем, он также ветеран боевых действий, но и автор и исполнитель песен, как я уже сказала в начале. Я предлагаю сначала небольшой отрывок посмотреть, послушать Вашу песню, а потом мы продолжим разговор. Хорошо. И маршем по батальонам Несут знамена дедов и отцов, По Красной площади идут колонны, Теперь же из внуков и сынов На прохождение смотрят ветераны, И им все с трибуны видно хорошо, Хотя болят с утра немного раны, Ведь до пора, до легких дождь прошел. И маршем по батальонам Несут знамена дедов и отцов, По Красной площади идут колонны, Теперь же из внуков и сынов. Как вы уже песню послушали, Чем вы вдохновляетесь в своем творчестве И посвящаете чему его? Вероника, вопрос хороший. Конечно, я хотел немного вернуться К рассказу нашего славного ветерана, Это действительно героический человек, И вот такой переход, что чем славна наша российская армия? Это преемственность позиций. То есть преемственность вот эта идет От советской армии, от ранее российской армии, И снова сейчас российская армия, Которая держит рубежи нашей родины. Это вы все видели сейчас очень хорошо По событиям в Сирии. Армия сильна и может выполнить задачи В срок, как ей было приказано. Это раз. Я закончил службу в 97 году Полковником, начальником инспекции По строительству объектов сукопутных войск. И естественно, исходя из этого, Из всех необходимых, Тогда последующих указаний Руководства Министерства обороны Выполнялись определенные задачи По обустройству войск в тех точках, Где это было необходимо. А необходимо, к сожалению, Это было... Эта необходимость возникала очень часто. Но после окончания службы, А во время службы особо творчества, Ну, как-то... На него времени просто не было. Но когда время вот так ушло, И оно предстало перед тобой во всей массе, Полились песни. Я записал уже два диска песен, И здесь, в Севастополе, Сейчас заканчиваю третий диск своих песен. Будет 100 записанных дисков. Вот вы видели отрывок. Это марша, парад для военных ветеранов. Здесь, на земле Крыма, У меня будет целый крымский цикл. Это камни Севастополя, Героем 35-й батареи. И эти песни я надеюсь спеть На фестивале бардовской песни, Которая состоится в августе месяце. И обязательно мне хочется выступить На 35-й батарее. Земля которой обогрена кровью, И, очевидно, поэтому там так весной Пламенеют маки. К сожалению, я так понимаю, Время нашей передачи подходит к концу, И всего нельзя просто сказать в этой краткой беседе. Ну что ж, будем надеяться. До встречи. Надежда, это взаимно. Андрей Миронович, Сергей Юрьевич, Спасибо большое, что пришли к нам. Я вас поздравляю уже с прошедшим праздником Победы. И, как уже было сказано, Надеемся до новых встреч. Напомню, у нас в гостях был Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Миронович Соловей, А также ветеран боевых действий, Автор-исполнитель песен Сергей Юрьевич Коряченцев. Впереди только актуальные и важные для города темы. Не переключайтесь.